Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, мы в походе, и сегодня мы снова говорим о туристическом снаряжении. Но не просто о туристическом снаряжении, а о вещах, которые сразу и не вспомнишь, которые могут очень сильно пригодиться вам в ваших походах, но которые очень просто забыть дома и не положить в свой рюкзак. Ловите топ-3 неочевидной снаряги. Погнали! Вещь первая это втулка для ремонта дуг палатки. Вещь, о которой в принципе знают даже не все туристы. Особенно когда показываешь эту втулку новичкам, они говорят, что это вообще, зачем это у тебя в рюкзаке лежит? Это какая-то дополнительная ненужная железная хреновина. Но втулка для ремонта дуг палатки вещь определенно необходимая. Ну конечно, если вы ходите с самостоящими палатками или в принципе с палатками, у которых есть дуги. Если вы ходите с тентами или с палатками-пирамидами, которые ставятся на треккинговые палки, то это вам не нужно. Но все-таки большинство туристов ходит с палатками, которые растягиваются на дуги. И, соответственно, это основа их каркаса. Если такая дуга в условиях похода ломается, а такое, к сожалению, бывает достаточно часто, то ваша палатка по факту превращается просто в бесформенный мешок. В кусок тента, который надо как-то растягивать, который в принципе теряет огромную часть своей влагостойкости. Потому что палатка удерживает влагу не только за счет своей пропитки, не только за счет влагостойкости ткани, но и за счет своего натяжения. А без дуг качественно растянуть палатку практически невозможно. Поэтому дуги нужно уметь ремонтировать, ну или хотя бы иметь в комплекте снаряжение, втулку для ремонта дуг, чтобы если что, вы ее взяли, хоп, и починили дуги палатки. Делается это на самом деле очень просто. Берется втулка для ремонта дуг, берется сломанный сегмент дуги, втулка продевается вместо перелома дуги, и все это дело заматывается и фиксируется армированным сантехническим скотчем, ну или любым другим скотчем. Всем также советую брать в поход армированный сантехнический скотч, желательно толстый, желательно с хорошим клеем. Это на самом деле штука от всех болезней. Очень много снаряжения можно починить просто при помощи скотча. И получается некий такой гипс, и с таким гипсом палатка может ходить ну как минимум до конца похода. Я знаю ребят, которые вот прям несколько длительных экспедиций ходили с палаткой, где дуга починена именно таким способом. То есть они даже в условиях города не заменили эту дугу, а продолжали ходить просто с перемотанной дугой. И ничего, и нормально держат. Всем советую положить в свой ремнабор хотя бы одну втулку для ремонта дуг палатки. Они продаются на Алиэкспрессе, они продаются в разного рода готовых ремнаборах для палатки или в целом для туристического снаряжения. Их можно сделать самому, их можно отпилить от какой-нибудь тонкой трубки. Главное подбирайте втулку для ремонта дуги так, чтобы диаметр вашей дуги пролазил в нее. Потому что они бывают разного диаметра. Там есть дуги на 8 мм, есть дуги на 9 мм, есть дуги на 7,5 мм. Главное, чтобы втулка могла пролезть на дугу. Если она чуть больше, это не так страшно. А вот если она не налазит, то это уже проблема. Поэтому на это тоже обратите внимание. Вещь определенно полезная, особенно если ходите в длительные походы с тяжелым климатом, где могут дуть сильные ветра, которые часто дуги палатки ломают. Вот такое случается. Ну не обязательно это должен быть сильный ветер. Иногда это бывает неаккуратный шаг человека, который там складывал рюкзак, там лежали дуги, где-нибудь на камушек оперлись, хоп, наступил, сломал дугу. Бывает очень часто, особенно с неопытными туристами, которые как бы не особо смотрят под ноги. Поэтому имейте в ремонаборе такую штуковину. Этот ролик стал возможен благодаря этим достойным людям. Если вы также хотите вместе с нами развивать адекватную туристическую движуху, если вы хотите, чтобы контент на этом канале продолжал выходить регулярно, если вы просто хотите нас поддержать, вы можете это сделать на Бусти, Патреоне, платной подпиской на Ютубе или разовым донатом. Ссылки на эти ресурсы в описании под этим роликом. И большое спасибо всем, кто нас поддержал. Только благодаря вам мы не опускаем руки и продолжаем делать контент с прежней регулярностью. Вы обалденные. Спасибо. Вещь номер два, которую обязательно, на мой взгляд, нужно брать в поход, это пинцет. Пинцет, как говорится, всему голова. Я обычно пользуюсь пинцетами, которые есть в мультитулах. Ну, там, например, Лейзер Ман Стайл с пинцетом есть мультитул. Или Виктори Нокс Классик, маленький брелочек. Там внутри тоже есть пинцет. Также там есть замечательные маникюрные ножницы. Вообще отличный вариант для любого похода. Зачем нужен пинцет в походе? Первое, это, конечно, выкручивать клещей, если клещи есть в вашей местности. Многие выкручивают клещей при помощи специальных каких-то агрегатов, предназначенных конкретно для выкручивания клеща. Это вот эти клещевые гвоздодерчики, разного рода карточки для выкручивания клещей. Я все-таки предпочитаю пинцет. Во-первых, потому что это мультифункциональное снаряжение, и пинцетом можно делать массу других операций. Во-вторых, я просто привык клеща выкручивать пинцетом. На мой взгляд, это удобнее. Кто-то говорит, что ты там сильно можешь сжать клеща. Не знаю, у меня рука набита, я делаю это уже просто на автоматизме. Так что пинцет вам в помощь. Также при помощи пинцета мы, разумеется, можем выдергивать разного рода занозы. Про это тоже не нужно забывать. Эта вещь бывает очень болезненная и в целом может привести к загноению, если вовремя не обратить на это внимание. В походе мы с деревом работаем достаточно много. Особенно если идем с костром, если нам нужно заготавливать дрова, там их колоть, пилить и так далее, то получить занозу это просто как нефиг делать. Вырезать ее при помощи ножа это достаточно травматично. Мы можем опять же занести какую-нибудь заразу в рану, мы можем дополнительно себя травмировать. Зачем вообще это нужно? Если есть пинцет и занозу можно аккуратненько вытянуть. При помощи ногтей, к сожалению, не всегда это удается. А пинцет в этом случае выручает. Но занозы это также дело очевидное. Но если вы отправляетесь в поход куда-то в жаркую местность, где есть много колючих растений, где есть много кактусов, где есть много кустарника с колючками, которые норовят пробить вам штанину, а иногда даже и кроссовки, и оказаться у вас в ноге, то там пинцет становится просто вещью номер один, которую вы используете в походе регулярно. Вот в походе по Гран-Канария у нас тропа пролегала через заросли опунции, если я ничего не путаю, такой кактус со здоровенными колючками. И вот все было в нем. И ты идешь, он со всех сторон, так или иначе, где-нибудь в ногу тебе втыкается эта иголка, а если ее вовремя не вытащить, то она начинает гнить, а в жарком климате, если у тебя что-то начинает гнить, то есть вероятность, что тебе это что-то могут отрезать. Если ты вовремя не предпримешь каких-нибудь действий. Поэтому, в общем-то, все иголочки выдергивают с пинцетом. Опять же, пальцами, к сожалению, не получается так ловко это делать, потому что иголки растений, в отличие от тех же занос, которые более-менее гибкие, они, собаки, ломаются. Если иголка ломается у вас где-то внутри ноги, то, в общем-то, уже совсем плохо будет гнить. Поэтому аккуратненько пинцетом и будет вам счастье. Ладно, сейчас будем двигаться дальше. Посмотрите, какие кактусы огромные, блин. Чем выше в горы, тем выше кактусы. Вещь номер три, которая очень полезна в походах, но про которую часто не вспоминают начинающие туристы, когда укладывают свой рюкзак. Это бальзам для губ или в простонародье гигиеническая помада. Какая помада, скажут мне брутальные походники. На самом деле, вещь эта необходимая в снаряжении любого туриста, в том числе и брутального походника. Если он идет куда-нибудь в горы, где много ультрафиолета, где много яркого солнца, где может быть снег, от которого это солнце будет отражаться, и сжигать нахрен все открытые участки вашего тела, превращая их в неприятные ожоги. Если про крем от солнца, про защиту от солнца, там, кожи, лица, например, многие из нас все-таки вспоминают, то про бальзам для губ вспомнишь не сразу. И это достаточно печально, потому что кремом мы намазались, лицо защитили, губы остались открытыми, и губы очень быстро сгорают. Здесь тонкая кожа, она, в общем-то, подвержена ожогам. Поэтому, если губы не защищать, мы получаем кровавые трещинки, губы начинают сохнуть, губы трескаются, получаются у нас такие язвочки в уголках рта, вам становится больно есть, вам становится больно разговаривать, вы вовсе не можете улыбаться, а какой поход без улыбок. Поэтому стараемся защитить наши губы. Слово этой вещицы необходимо не только в летних походах, когда у нас много солнца, когда жарко, когда ты вспоминаешь, в принципе, что надо как-то от солнца себя защищать, но и в зимних походах, где про защиту от солнца многие начинающие туристы не вспоминают. А зря. Если зимой вы отправляетесь куда-то по маршруту, и день выдался солнечным, солнце светит, во-первых, оно также влияет на вашу кожу, ультрафиолет зимой никуда не пропадает, он также вас облучает, но при этом солнце еще дополнительно отражается от снега, и вы получаете, так сказать, двойной удар. Во-первых, вас солнце обжигает сверху, во-вторых, солнце вас обжигает снизу, и можно получить ожоги в очень неожиданных местах. Например, у вас может сгореть подбородок, или у вас может сгореть нижняя часть носа. Ну и, разумеется, губы в том числе начинают сгорать. Ну и в целом, в зимних походах гигиеничка, вещь необходимая, она выручает не только от солнца, но и от мороза, но и от обветривания губ, и от высыхания губ, когда вы сидите близко к костру. В целом, если вы не хотите, чтобы у вас губы треснули, чтобы вам было больно есть, чтобы вам было больно разговаривать, советую брать это снаряжение в свою раскладку. Такие вот неочевидные вещи. Надеюсь, вам было полезно. Если вам нравится такой формат, поставьте лайк, поддержите, я буду продолжать. Пишите в комментариях, какие неочевидные вещицы и снаряжения берете с собой в походы вы. Будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на канал, и, конечно же, ходите в походы, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока!